Мор, привет, друг! Это Зверько и новостной выпуск патча 1.5.30. Это те изменения, которые мы будем ожидать на основном сервере. Честно говоря, меня сильно парит косноязычно проговорить. Было столько-то, стало столько-то. Давай попробуем этот выпуск сделать более лаконичным и динамичным. Как было и как стало, я буду показывать в субтитрах. А само изменение нормально озвучивать. Ты, в свою очередь, напишешь в комментах, лучше по-новому или по-старому. Погнали! Итак, на тестовый добавили боксера Пакиттол. Боец весьма интересный, но его нужно докручивать. Обзор у меня на канале. С 14 ноября Бенедетта доступна к покупке, если кто-то пропустил бесплатную раздачу. Цена ей на фулл прайс 32 тысячи БО или 599 алмазов. Зато на моем канале можно посмотреть бесплатный гайд на нее. Вдобавок, с 13 ноября уже доступен облик Алдоса «Горящая сила». Стоит он 899 алмазов и, конечно, имеет скидку в 30%. В целом, это будет серия скинов, посвященная Западу и Вестернам. Изменения героев. Матильда. Пассивка. Уменьшили базу урон заряженной атаки до 135. Первый навык. Увеличили штраф к урону от Висп при атаке в одну цель. Штраф уменьшается с уровнем. 30% на первом уровне и 45% урона на шестом уровне. Ив. Второй навык. Уменьшили перезарядку. 14 секунд на первом уровне и 12 секунд на шестом уровне. Броуди. Разрабы после последних изменений на тестовом таки. А, чё-то Броуди начал шибко нагибать. Давай-ка его нагнём. И убавили базу урон первого навыка. Теперь он 150-550. Исправили ошибку, когда статус молчания прерывал базу атаку. Что-то подобное было с лукардом когда-то. Кимми. Бафнули бонус от физической атаки для автоатаки. До 35-46% растёт с уровнем. Первый навык. Добавили магический бонус. До 45-55%. Хелкарт. Судя по описанию, теперь первый навык накладывает замедление в обычном режиме и не моту во время действия ульты. Раньше было наоборот. Чум. Атрибуты. Прирост хп был 191. Будет 202. В ульте убрали иммунитет-контроль во второй фазе ульты. Что, на мой взгляд, логично. Разъярённый китаец мутузит твоего союзника, а ты его топром агрить не можешь. Чё за фигня. Эсмеральда. Первый навык. Сократили время действия с 5 до 4 секунд. Базовый щит увеличили до 500 на первом уровне, 850 на шестом уровне. Второй навык. Переделали сокращение кд первого навыка. Теперь урон по героям будет сокращать 1,3 секунды, а по не героям только половину секунды. Ранее, независимо от цели, сокращалось кд на 1 секунду. Таким образом, разработчики подталкивают к пвп применению, а не накоплению стаков в лесу на эсмеральде. Ульта. Теперь перезарядка начнёт отсчёт после завершения применения навыка. Хуфра. А вот тут началось шапито. Разрабы решили, что хуфра имба и... Первый навык. Сократили расстояние на 14%. Второй навык. Теперь не блокирует дополнительный навык вспышку. А какого х**а? Это было самое забавное, когда играешь на хуфре против раков. Наберут вспышек и долбятся в стену. Тьфу на спину того, кто это придумал. Алдос. Первый навык. Немного апнули базу урон заряженной атаки. До 200-450. Уранус. Первый навык. Убрали ослабление у противника физической и магической силы. Ииии... Нафиг теперь уранус нужен. Урон по героям с регеном? Маловато пользы. Ханаби. Вернули изменения. Вернули урон первого попадания первого навыка. А в пассивке уменьшили лимит щита обратно. Ло Ии. Первый навык. Ширину и скорость каста увеличили на 10%. Ульта. Увеличили старт и бонус к КД навыков. 6% на первом уровне и 10% на третьем уровне. Лисунцин. Добавили перезарядки для первых двух уровней в ульте. Ранее было 60 секунд для всех уровней. Теперь уменьшается с 80 до 60 секунд. Другие изменения. Лесные предметы. Чуть увеличили штраф на опыт и золото с миньонов в первые 5 минут. С 30% до 35%. А вот бонус золота за убийство или ассист героя уменьшили со 100 до 80 золотых. Но это всяко лучше, чем ничего. На этом новостной выпуск заканчиваем. Заходи посмотреть гайд на Бенедетту и обзор навыков нового героя Пакита. Удачных боев, друг! Тупый яд, а так ушел мертвый отряд. Они живы, чтоб победить, чтоб любого тоже не убить.